всем привет это канал видео маркетинге для бизнеса меня зовут михаил салаев сегодня поговорим о том кто должен быть ведущим и спикером бизнес канала youtube сейчас я обращаюсь к предпринимателям к основателям там своей компании к фрилансеру кто раз продвигает свой личный бренд то есть к экспертам кто решил что я хочу заниматься youtube каналом возможно что-то начали и с такой очень распространенный вопрос очень часто мне его задают это все-таки самому быть в кадре или же есть какие-то альтернативы а если кто кто-то кому-то другому отдавать не будут ли какие-то проблемы вот сегодня моя задача порассуждать на эту тему нет такого однозначного решения но мы разберем несколько примеров в конце и принципе пробежимся по вариантам вариантов деталях может быть много но основные это сам основатель основатель это тот кто это может быть несколько партнеров каждый из них это основатель то есть кто стоит у руля данного проекта компании может быть это один эксперт сам по себе фрилансер а и он владеет основной информацией этим понятием будем называть основатель сотрудник это тот кто работает в твоей организации в твоей компании но если все полетит к чертям например он вообще ни при чем ну к примеру да то есть он никак не привязан к компании бизнесу а третье это взять профессионального ведущего который будет лицом бренда лицом компании вот такие есть основные три варианта я склоняюсь к тому чтобы основатель был в кадре и в принципе был спикером youtube канала к этому есть множество причин но есть некие исключения в примерах мы их разберем а я всегда настаиваю на этом у некоторых есть мнение что ну так скажем есть люди которые ну них язык не подвешен вот как ни крути у них все равно толком не получится и работать например вот как наше агентство работает со спикером у кого очень сложно что-то получается сложно это дается ну бессмысленно но я считаю даже если человек хуже говорит даже если есть эти проблемы но у него есть мотивация это преодолеть мотивация научиться то нужно чтобы основатель основатель был в кадре почему ну во первых основатель лучше знает свой продукт знает тему знает нишу знает особенности он будет говорить максимально правильно структурировано и прочее но то же самое как в продажах лучше всего будет продавать естественно же основатель чем менеджер который пришел в компанию и это позволит делать более экспертный более интересный контент соответственно а это лучше для youtube канала если развиваться именно youtube канал как некой экспертная полезная информация до 2 это прокачка личного бренда представим ситуацию что лицом компании был другой человек и что-то может случиться что во первых он может внезапно просто свалить и уйти то есть даже неважно сотрудник или ведущий он может пойти к не знаю конкуренту и по той же теме то есть он набирает свой как бы мы за свои деньги прокачиваем личный статус данного человека который в кадре а он становится известным и скорее к нему обратятся например конкуренту он пойдет рассказывать об этих же продуктах уже у конкурентов и вы с этим ничего не можете поделать ну возможно можете об этом еще поговорим и лучше чтобы все затраты которые вы тратите там на продвижение ютуба на создание роликов там на съемку монтаж еще добавить все таки свое участие для того чтобы этот ресурс работал на вас даже если у вас что-то случится еще продуктами знаю находится вы не уверены что вы будете будете им точно там заниматься ли или что-то там не получится то вы все равно останетесь как эксперт как тот человек который в этом вот направлении разбирается вы можете взять какое-то другое направление и используя успех на ютубе открыть его и начать работать уже в другом этот личный бренд это тот ресурс который будет очень сильно работать на вас даже вне привязки к бизнесу короче мысль связана именно с этим а также youtube канал позволяет очень круто структурировать информацию а об этом очень здорово сказал алексей компания ска газ ссылочку оставлю в подсказках и в описании где он рассказывал в принципе что youtube канал и работа с ним ему как предпринимателю основателю дали и вот прям чётенько вот как я обычно говорю только это слова не мои да то есть информация когда ты рассказываешь кому-то когда ты кого-то учишь ты естественно тебе нужно разобраться в структуре что ты будешь рассказывать научиться это говорить ты начинаешь копать какие-то темы какие-то направления какие-то направления продукта ты начинаешь лучше в них но не даже не то что лучше разбираться лучше их понимать лучше формулировать ценность данного продукта лучше формулировать преимущества Лучше формулировать особенности, которые потом можно использовать даже при продажах, как вот навыки продаж. То, что вы наработаете, рассказывая это другим в ютубе, вы это же будете использовать при общении с теми же клиентами, с партнерами и так далее. Это очень важно. То есть мысль, если ты учишь, ты сам лучше разбираешься. Этот стопудняк супер просто работает. Естественно, прокачка ораторского искусства. То есть ни один спикер и ни один человек, который даже выступал на публике где-то, просто рассказывать все на видеокамеру к железке очень сложно. Я тоже через это прошел и оставлю опять же еще ссылочку на видеоролик, где рассказываю, собственно, даю рекомендации, как вести себя перед камерой, как я проходил, какие есть фишки, как можно себе помочь, как ускорить момент того, когда ты станешь лучше говорить на камеру. Опять же ссылочка в описании, в подсказке тоже будет. И ораторское искусство это то, что по жизни всегда, в любом случае, даже без привязки к бизнесу вам пригодится. Ютуб это прокачивает. Ну и еще один такой момент, за счет того, что выступает не некий человек, кто-то там, а именно знают, что это основатель компании, то доверие к такому человеку выше, что тоже опять же важно для прокачки Ютуба в целом. То есть есть такое восприятие, что это настоящий профессионал. То есть в целом вот такие мысли с точки зрения, почему основатель именно должен быть в кадре. Но есть недостаток. Недостаток это ваше личное время, которое вы тратите. И если вы участвуете и у вас нет помощи со стороны, то есть там, я не знаю, сотрудников компании, которые все это будут снимать, монтировать, вам подсказывать, там обратную связь давать, то есть там много-много моментов, то вам будет очень тяжело это. Надо там разобраться, нужно там какое-то приложение найти, надо какая-то камеру, как-то надо ее там где-то закрепить себе, как-то снимать, как-то это смонтировать. То есть я всегда изначально за то, чтобы хоть как-то, но сделать. Но это реально отнимает время. Просто тот, кто начинающий, у него времени может быть больше, оно не такое ценное, а тот, кто уже в бизнесе, вообще в Ютубе смысл есть идти, когда уже есть за плечами опыт трех-пятилетний, например. И важно время свое ценить, и для этого участвовать только в том, где вы точно необходимы. Ну то есть, скажем, если вы все делегировали, а на себя вы берете только там подсказать, какие темы, ну то есть предложить темы, которыми лучше вы всего владеете, и можете о них рассказать. Потом эти темы можно там пробить по ключевым запросам, и из них уже подсобрать там конкретные заголовки и порекомендовать уже конкретику, да. Но вы должны дать эту обратку, какие темы. А потом вам нужно там дополнительно еще участвовать, естественно, в съемочной смене. Плюс вам нужно донести, например, до человека, который это все организует, тезис на, о чем вы будете рассказывать, чтобы уже была некая структура с точки зрения смысловых экспертных составляющих. Потому что никто за вас статью или видеоролик по наполнению таким же классным не сделает, как вы. То есть вы должны делиться экспертностью. Все остальное с точки зрения там продающей структуры ролика, продвижения, видеосъемка, вот эта вся механика, это все, конечно, лучше же отдавать. И в принципе в сухом остатке, да, вы уделяете время, но оно не такое уже большое и очень сильно как бы закрывается теми плюсами, которые от вашего присутствия на канале появляются. Теперь рассмотрим альтернативы, когда все-таки не основатель, а сотрудник или ведущий. Во-первых, ну реально бывают ситуации, когда человек интроверт, то есть мощный, сильный интроверт. И вот ну просто физиологически, ну не может он, ему это вообще не свойственно что-либо и как-то рассказывать. И второе, это наверное, когда нет желания, то есть иногда, когда сложно, ну можно, да, но отсутствует желание, тоже бесполезно лезть, ничего хорошего из этого не получится, потому что YouTube это работа в долгую. То есть надо решиться на этот шаг, чтобы все-таки как основатель быть в кадре. Ну правда появляется куча проблем, чтобы это делегировать тоже, и это было красиво, правильно, экспертно и прочие моменты. Ну да ладно, короче интроверт. Второе, это видеообзоры. Ну это как такой пример, то есть есть некие ситуации, разберем, ну например, там беговые дорожки, когда, ну кстати, все равно в принципе лучше, чтобы это, наверное, и основатель, то есть не очень большая компания, определенный бренд, беговые дорожки. Почему бы не рассказать о беговых дорожках самому основателю? Ну в принципе ничего не теряется, это не супер такая экспертная ниша, чтобы, то есть например, вот я рассказываю то, что о YouTube продвижении, ну здесь это тяжело рассказать, а рассказать о свойствах и функциях какого-то товара, в принципе, спокойно может сделать лучше, сделает профессиональный ведущий, образ, который больше подходит под восприятие целевой аудитории, и по многим другим параметрам более подходящий. Поэтому видеообзоры это как направление, на самом деле это как бы любые крупные какие-то бренды, это какие-то товары, товарка, то есть есть варианты, когда в принципе ничего страшного в этом нет. И в принципе я больше, наверное, сегодня разбираю YouTube каналы малого бизнеса, микробизнеса, начинающего бизнеса, экспертного бизнеса, наверное, больше про это говорю. А теперь, ну еще такой может быть момент, вы в своей нише, все-таки, как основатель, вы организатор, продюсер, да, то есть вы владеете информацией, но не настолько круто, как эта информация будет владеть некий специалист. И это будет сказываться, естественно, потому что навыки со временем начинают теряться, вы как бы развиваетесь в другом, а не вот роетесь внутри экспертности. И это тоже может влиять. Поэтому, возможно, если есть в компании сотрудник, суперпрофессионал, который очень классно может все раскладывать, и вы с ним уже давно, то, может быть, подумать о рассмотрении, но при определенных моментах, которые дальше будут. Ну и плюс, опять же, если там ситуация «не хочу» и «интроверт», да, еще плюс какой-то есть подходящий, харизматичный ведущий, которому еще это интересно, есть мотивация, он в теме, но тоже можно попробовать. А что нужно, если мы будем работать с сотрудником или с ведущим? Ну, во-первых, есть куча-куча опасностей. Опасности, которые я уже там обозначил, он может уйти к конкуренту, он может просто внезапно свалить, и как бы все привыкнут к этому человеку, к его подаче, а если вы смените ведущего, просто вы можете потерять канал. Это на самом деле, вот мы прочувствовали, это очень сильно влияет, и очень тяжело вот так вот взять, поменять ведущего, чтобы его сразу аудитория признала. И вот у нас на одном канале такое было, при этом у нас второй ведущий, там на этом канале, еще какое-то время какие-то ролики делал, и где-то понадобилось, ну, почти год, чтобы люди перестроились, привыкли к новому ведущему, и даже стали писать благодарности, что какую-то новую свежую струю он внес в канал. Но в начале, как, например, в Орел и Орел и Решка, когда вот новый ведущий приходит, обычно неизвестно откуда, да, и там просто такой шквал негатива, то же самое будет, и вам это в принципе не надо. Вот, поэтому лучше подписать контракт, это уже такие юридические тонкости, но по сути нужно прописать такие моменты, вот как они сделают с блогерами контракт на год, как амбассадор бренда, что являетесь какое-то время, там в течение пяти лет, например, лицом бренда, вы не имеете права рассказывать о подобной продукции, где-то там еще, только об этом бренде, нельзя говорить негатив нигде, и такие-то штрафные санкции. Там очень много деталей, здесь уже надо с юристом работать, но нужно подстраховываться и обязательно это сделать. Еще такой момент, он технический, но опять же из негативного опыта, это вопрос с доступами, то есть реально бывают ситуации, когда попросили, ну-ка Петь, сделай-ка нам ютуб канал, давай записывать ролики, давай там все создай, он все создал, занимается этим два года, стал известным популярным ведущим, а при этом доступ это только у него, и вы не можете забрать. Этот Петя зазнается, ну, образно зазнается, да, ну, в общем, короче говоря, ну, типа, я столько работал два года, на этот канал снимал ролики, почему я должен, типа, вам доступ свой отдавать, который изначально сделал. Поэтому доступы всегда, когда вы создаете, сразу, чтобы они точно вам принадлежали, были привязаны к вашему телефону, немножечко это заморочено, но это обязательно нужно сделать. И уже там раздать их на нужную почту данному сотруднику. Это прям сверхважно, иначе все вложенные ресурсы могут немножечко пострадать в дальнейшем. Еще классный вариант, это, если даже мы это отдали сотруднику или ведущему, это присутствует все равно в кадре. То есть, люди, зрители, они должны знать, что это ведущий, или что это директор по развитию, там, профи, да, но основатель компании вот это. То есть, нужно все равно в видеороликах участвовать, или записать несколько видеороликов с собой, или же, опять же, если сложности в том, чтобы рассказывать на камеру, это может быть снято в виде интервью. Пусть ведущий или сотрудник сделают ролики, где будут задавать вам вопросы, вы будете отвечать. В формате интервью всегда это дается гораздо легче. Но вы будете присутствовать внутри канала, и все, в принципе, будут знать, как бы, кому все это принадлежит, и кто, в принципе, все это создал, основатель, и так далее. Также еще часто используют варианты, это тогда, когда делают YouTube канал, наполненный экспертным контентом от своих сотрудников. Не очень хорошо, когда мы привязываемся к какому-то одному сотруднику, потому что мы ему все лавры отдаем, но если и вкладываем в него деньги, получается, а когда мы показываем, что у нас много разных сотрудников, они эксперты в разных направлениях, и, например, каждый сотрудник должен на свою тему, на свое направление, снять один видеоролик, полезный, ну, заранее контент-план надо согласовать, и получается, там, не знаю, пять основных ключевых сотрудников, пять видеороликов в месяц, они обязаны это сделать, вы какую-то денежку за дополнительный гонорар за это платите, у вас появляется контент, но, опять же, он прокачивает их как экспертов, и они могут рассказать, мы работали в такой крутой компании, там, например, да, там, не знаю, Genius Marketing, скажем, да, и вот сейчас мы там направление свое развиваем, вот, видели, как мы там все рассказываем, как мы в этом разбираемся, да, это круто подчеркивает сильную команду, круто работает, но, опять же, если там нет основателя, это плохо, вот, Genius Marketing, Олеся, он правильно поступил, то есть, он пришел к тому, что ему нужно развивать не только себя, невозможно через личный бренд все продавать, нужно развивать команду, компанию в целом, самостоятельный организм, самостоятельные эксперты, для этого было, у него есть один канал Олеся Тимофеев, где он там берет интервью, у него личный бренд прокачивает, есть канал Genius Marketing, в котором уже сотрудники как раз создают этот контент, то есть, используется данная стратегия, но, опять же, через продвижение личного бренда, это не исключает продвижение личного бренда. Теперь, как может выглядеть процесс реализации с участием основателя, то есть, в принципе, что от основателя нужно. У нас в агентстве принцип работы, такой есть девиз, что вы делитесь знаниями, остальное делаем мы. Как раз задача разгрузить по всем направлениям и вопросам, чтобы осталось только донести то, что мы просто ниоткуда не возьмем, эти знания в нише, знания продукта и так далее. И, чтобы это сделать, то есть, первое, я уже это начал до этого рассказывать, это темы, то есть, направление, о чем я могу рассказать, в чем я лучше всех разбираюсь, или что это актуально для моего бизнеса. Это раскладка тем на тезисы, тезисы, это могут быть вопросы, это может быть, ну, типа такого меню, списка, вообще, о чем может быть речь. И при этом, кроме вот сухой информации, желательно сразу продумывать, что очень часто не хватает в видеороликах по опыту, это каких-то примеров. То есть, кроме того, что мы сказали, что вот так лучше делать, каким образом мы это когда-то делали, и какой был опыт с этим связанным, то есть, какая-то история, какой-то пример. И чем больше этих историй, тем более получается живое повествование, когда рассказывает эксперт, предприниматель о том, через что он проходил на практике, очень это бывает живо и интересно. И, ну, скажем, а еще нужно, и продумать нужно еще визуализацию, то есть, когда мы просто разные темы бывают, то есть, скажем, обустройство, там, кухонь, да, строим кухню, делаем кухню, и там просто рассказать, ну, типа, вот, сел, как я сейчас, и просто вот рассказал, что да как, на словах, да, этого недостаточно. Там нужно показывать, это визуальный такой момент, показывать на примерах, то есть, надо находиться на кухне, нужно общаться с хозяйкой кухни, там, какую-то обратную связь с нее получать, нужно, если мы рассказываем о каких-то там креплениях, каких-то выдвижных ящичках, особенностях, там, каких-то скрытых блоках, то нужно опять же это показать, то есть, во-первых, нужно получается с собой взять возможно что-то, вот не знаю, там, занимаетесь какими-нибудь автоматизированными воротами, то есть, нужно снимать там, где эти ворота есть, взять какие-то там замки, какие-то штуки там и показывать их в кадре, ну, то есть, нужно, опять же, это не получится, возможно, там разгрузить и сделать, вы должны подумать, что можно, кроме того, что вы донесете информацию это визуально понять не объяснить и показать и это собственно собой взять или предложить взять это тоже то что достаточно важно ну и также самым таким продающим контентом при этом полезным это являются видео кейса где вы рассказывать как что-то реализовалась был достигнут результат он был крутой классный вы рассказываете как это происходило пошагово что в принципе это в теории можно повторить но при этом это на реальном кейсе на реальном реализованном проекте с отзывом клиента а для этого нужно договориться с клиентом но опять же это кто-то должен из компании делать и нужно разрешение приехать на объект на ту же кухню и опять же это тоже но не получится сделать другому человеку это надо внутри компании делать ну и собственно участие в съемочном дне ну обычно это 10 часов иногда может быть до 12 где можно там за один съемочный день снять серию видеороликов дальше уже идет там процесс монтажа может быть еще какие-то согласования по смыслам понадобится то есть в принципе это вот те моменты в которых до нужно участвовать вам как основателю для реализации как минимум и тут по-другому не открутишься не выверни не вывернишься потому что то что предлога предложат какие-то там не знаю другие темы может быть полная ерунда без примеров будет неинтересно но в общем вот эти моменты которые нужны обязательно и чтобы вам было легче не нужно прописывать вот тезис именно они весь текст что вы будете рассказывать и чтобы было легче на старте особенно на старте да то есть например вы общаетесь с режиссером созваниваетесь и прям наговариваете я могу рассказать об этой теме вот этот этот на эту тему вот это а вот здесь есть вот такая история 10 можно показать вот это то есть вы выдали все что можно по экспертной информации режиссера тоже переработал посмотрел что если конкурентов посмотрел какие-то еще статьи на тему структурировал по видеоролику где вы должны там не знаю представиться где вы должны призыв сделать где вы должны упомянуть какое-то видео но чем все маркетинговые штучки ютубные которые очень важны то есть вы не заботитесь об этом а режиссер на съемочной площадке общается с вами стоит так скажем скажем возле камеры он может или вы с ним будете общаться но лучше вы будете рассказывать на камеру зрителю прямой контакт но вам будет задавать вопросы режиссера вот как по тезисам на каждый тезис есть свой вопрос он задает вы отвечаете он задает вы отвечаете таким образом помогает прокачать в общем в принципе создать контент и чтобы это было грамотнее по структуре у вас будет вести ну и при этом это все будет на основе вашей реально экспертной правильной достойной информации и теперь несколько примеров ну вот скажем гараж тег denis бутенко основатель компании то есть первые ну так скажем роликов 30 он сам был в кадре да у него лучше построена речь он в принципе может говорить на камеру но тоже не все сразу удавалось потому что он прошел огромный путь выступая в том числе и на передачах различных для телевидения вот поэтому у него просто же ножка опыт под накопился на думаю начинал как все а и это важно что он в кадре и но после 30 видеороликов дальнейшее видео то есть это была основная видео упаковка она использовалась в рассылках там видеопрезентация на сайте видео там соцсетях ну то есть все что изначально видит не ну как бы человек который только познакомился с данной технологии станой компании а потом видеоролики уже пошли где начали участвовать его сотрудники уже такие технари которые могли бы рассказать о деталях и он там больше съемки пошли на выезде на выезде где рассказывать как и что там детально и конкретно делается как реализуется обустраивается гараж какие там есть фишки особенности но это был правильный путь где вначале была сделана упаковка общая в дигде был основатель да потом уже он естественно тоже присутствует он будет в видеороликах но он уже перешел на этап когда можно это делегировать и также привлекает своих сотрудников ну и в принципе этом бизнес-модель это вообще без проблем дает сделать возьмем канал яхты на колесах это продажа аренда автодомов а это как раз вариант когда данный блок был делегирован супер профессиональному сотруднику который тоже круто продает и собственно такой один из ключевых в компании до саша и он создает видеоролики позже ему на помощь еще пришел профессиональный ведущий который был в теме у которого было много мотивация это же к нему потребовалось определенное время и привыкания вот второй ведущий антоха наш антоха и понадобилось временное привыкание но тоже ну реально довольно большое это полугода до года то есть начале это такая была просто лилась грязь но к тому что в принципе это можно пережить главное стараться получать обратную связь стараться делать что просят учитывать какие-то пожелания или отвечать когда что-то невозможно сделать например цену называть не получается и там по каким-то причинам нужно в комментариях объяснять когда просят и когда вот эта коммуникация выстраивается в принципе люди начинают понимать фишку плюс еще набирается опыт если ведущий начинающий скажем или там сотрудник у вас только начинаем да и уже появляются там хорошие комментарии то есть если начали было грязь что сейчас уже классные вещи снимать очень понравился видос тоже по на также понравилась подача у там тоже присоединяйтесь к положительным отзывам ролики нравится все там смотреть тяжеловато из-за желания само такое иметь бла-бла-бла-бла-бла и так далее но то есть реально короче положительных отзывов они разные есть и становится все больше и больше то есть это к тому что это в принципе реально вот несколько примеров когда опять же основатель у руля выделяет определенное время там выездную делает неделю лстк владимир фабрика каркасов и снимает сразу контент там например на месяц на полтора месяца на два месяца сам общается сам ездит прокачивает и личный бренд прокачивает тему лучше во всем начинает разбираться за счет общения а дальше там берем например опять же open village то же самое все завязано очень сильно на личном бренде са сам участвует в кадре сам проводит интервью тоже это очень очень важно берем open village это выставка так сказать строительство домов а если коротко какие еще есть подобные там опять же это все-таки экспертные ниши где очень много экспертной информации там ска газ довольно узкая ниша том числе опять же алексей опять же напоминаю посмотреть не забудьте в описании отзыв по как это видео досмотрите обязательно где рассказывает что и как ну собственно то же самое сначала очень тяжело давалось с точки зрения преподнесения информации но все возможно и все можно вот один из примеров но это все проекты с которыми или работаем или работали или например у диджей с школа диджеинга в том числе тоже ну максимально круто здесь опять же должны быть основатели в кадре вот пример а стекло это тогда когда максим основатель он ну реально был такого характера склада что мы даже когда пытались записать отзыв это получалось очень странно нескладно и очень было потрачено много времени ну то есть там просто невозможно и бессмысленно было бы снимать поэтому до задачу делегировали человек который умеет говорить преподнести информацию директор по развитию и именно он рассказывал все в видеороликах интересный пример это брокерс про страхование то есть здесь грамотное решение было от основателя это взять харизматичного ведущего который очень классно мог все обыграть популярно понятно все объяснить рассказать смонтировать интересно да и это прям очень хорошо легло но это не исключило участие основателя в youtube канале то есть это ведущий предоставитель информации креативно прикольно интересно это важно тоже для аудитория но при этом на канале есть и такие вот интервьюшечки где присутствует основатель и тоже рассказывает очень важные полезные моменты по страхованию и примеры где тоже профессиональный ведущий я упоминал беговые дорожки то есть некие видео обзоры опять же не обязательно мне кажется то основатель в этом участвовать здесь уже профессиональный ведущий по подготовленному тексту красиво все это преподносит да и опять же к тому же самому относятся это ну скажем активный образ жизни спорт хит спортивный торговый центр опять же антоха ведущий и здесь обзорчики опять же это можно все делегировать это никак негативно не сказывается то есть продвигается именно что-то оффлайн бренд так скажем они личный здесь не так это важно то есть бизнес бизнес совершенно разный может быть ну и то же самое этом относится к той же гордыня и здесь даже можно делать такие связки когда у нас есть и женщина ведущие и при этом чтобы у нас аудитория полностью охватывалась также есть и и мужчина ведущий под образы подобие целевой аудитории то есть специально это подбиралась и в завершение напоминаю посмотреть видео ссылка в описании или в подсказках будет это как выступать перед камерой преодолеть страх то есть если вы думаете об этом мне кажется будет тоже ценным все и будьте на виду до встречи и и